В 2010 году Тюменский госуниверситет стал участником международной программы совершенствования высшего образования «ТЭМПУС». Одним из результатов его реализации стало издание руководства по формированию региональных квалификационных рамок направления «Экология и природопользование». Оно включило в себя масштабное исследование регионального рынка труда, опросы выпускников и работодателей и анализ государственных образовательных стандартов. Эта работа имеет большую значимость, большое значение для продолжения будущей нашей работы над всеми профессиональными стандартами, над выработкой действительных квалификационных требований специалистов. И без этого сейчас очень сложно представить взаимодействие высших учебных заведений с работодателями. Важность совместных усилий в работе над проектом подчеркивают и зарубежные партнеры по консорциуму. Если мы будем выпускать студентов недостаточно квалифицированных, то они, естественно, и работы не найдут. Участие в круглом столе приняли также представители российских вузов-партнеров из Новосибирского, Омского и Алтайского университетов. Все те, кто сегодня присутствует, принимали непосредственное участие в разработке национальной квалификационной рамки по направлению экологии и природопользования, которая призвана объединить федеральные и государственные стандарты и требования работодателей по подготовке выпускников в данном направлении. Очередной этап международной программы пройдется на 2014-2020 годы. Но вот название Евросоюз решил сменить. Меняется структура, меняется название, меняется немножко сама форма финансирования Еврокомиссии. Но все равно международное сотрудничество, которое лежит в основе программы Tempus, оно, естественно, будет поддерживаться Евросоюзом и дальше. Поэтому мы очень надеемся, что мы дальше будем участвовать уже в новой программе, которая будет называться «Размус для всех», «Размус for all». Новое название подчеркивает глобальность целей проекта, а это значит, что его участникам предстоит решить много новых, интересных и важных задач. Регина Вахитова, Алексей Мойсов, телеканал Евразионтово.